Всем доброе утро! У нас сегодня в Киеве дождь с утра. Я себе грею гороховую кашу, буду кушать сейчас с капустой квашеной. Погодка такая себе, я с собакой пришла погуляла. Долиночка еще спит. Артурчик спит. Говорят завтра мокрый снег. Моя соседка подружка уезжает. Сегодня ночью не хипит. Смотрите какая красота тут цветет. Такие дела. Такие новости. Подружка улетает. Бутылку взяли на двоих с мужем. Все включено на 6 дней, я понимаю, или ночей. Ой, какой дождь пошел или снег мокрый. За 16 тысяч. И, кстати, помада у меня не красная, а винная. Но на камере передает вот такой цвет красный. Так, точно винная. Ну да, на камере оранжевая на самом деле. Такая светло-вишневая. Так что погодка не очень. Не знаю, сегодня с Виталинкой, с велосипедом, наверное, не пойдем. Сейчас вам покажу погоду. Такая погода. Не знаю, как вам показать. Такой вообще густой-густой дождь или мокрый снег. Не видно, наверное, на камеру. Я с утра налепила ленивых вареников. Хотела обычных сделать, но решила ленивых. Вот. И мужа покормила. А сына будет позже кормить. Когда он поснется, тогда я свеженькие буду варить. Так выглядит моя кашка. Кто-то вот стреляет в микроволновке. Обязательно кашу гороховую надо накрывать крышкой. И буду сейчас кушать с капусточкой квашеной. Очень вкусно. Каша без масла. Ну, кто хочет, можно лук, морковку зажарить, добавить. Тоже будет очень вкусно. Можно просто полить вкусным маслом. Но мне и так оно устраивает вполне. Так что всем, кто за столом кушает, всем приятного аппетита. Вот такие вареники. Это уже доварила сыну я. А это сейчас попробую виталинки дать. Свеженькие. Но она не любит у меня. Посыпала сахарком, сливочным маслом. Сейчас попробую ей дать. Может будет кушать. Ой, что-то совсем темно. Села покушать. Конечно, против окна вообще не факт. Ой, не вариант, вернее, снимать. О, опять покушать села. У меня опять горох. Не смейтесь. Вот. Да, я ем только горох, а мне нормально. Вот. И капусточка у меня квашеная. Вот. Позвонил мне так что муж моей мамы, что там у нее депрессняк. Позвольте, сходи. Как я пойду схожу, если меня не приглашают и я там лишняя. Извините, да. Вот. Ну, если человеку надо, да, он сам позвонит. Она там рыдает в истерике, что она болеет, что ей надо диету придерживаться. Она не может эту диету придерживаться. Овощи она есть не может. Мясо, она отварное, ей не лезет. Короче, не знаю. Я говорю, если люди еще с хожими болезнями живут и нормально, с сахарным диабетом, если вообще дети рождаются и живут всю жизнь, так они на инсулине. Я говорю, ну так ты ж была на инсулине. Я говорю, садись на инсулин. Я не хочу на инсулине. Ну, я тоже помочь ничем не могу. Я не доктор-психиатр. Да, я дочка, но, извините, я помочь не могу, когда человеку что ни говори, она на все говорит нет. Вот. Поэтому напишите, как у вас отношения с родителями. Вот. Буду кушать сейчас свой горох. Виталинка, кстати, съела ленивые вареньки. Она спросила, что это. Я ей сказала, лысые колобки. И она съела. Ну, не доела, правда, там, но много съела. Класс. Я сахарком ей посыпала. Может, постепенно так приучу ее. Вот на лиснике с творогом она любит, а вареники с творогом и ленивые вареники почему-то нет. Так. Но я ем свой горох. Как сердавку. У меня собака там спит, ей что-то снится, она булькает, вздыхает, гавкает. Окошко на ней сверху. Что-то хотела вам такое рассказать важное и забыла. Короче, я сейчас покушаю и буду разгребать морозилку свою. Потому что у меня там что-то неправильно посложено, ничего не помещается. Уже мясо накупила за это время. Просто капец. Потом месяц буду сидеть, не буду ничего покупать. Буду разгребать морозилочку и поубираю еще сегодня в шкафу. Переложу зимние вещи наверх, а на низ летние. Вот такие. Совсем летние не буду ложить. Такие, знаете, демисезонные. Ключи все, буду кушать. Вот так вот они спят. Ника только что лаяла. Видите, лапой дергает. Спит, что-то снится ей. Хорошенькая компашка. Так, убираю из морозилки. Знаете, что еще сделала? Я вот этот лед, который понамерзше, взяла так аккуратно, деревянной палочкой поснимала. Сейчас покажу. Выкладывала все из морозилки. Кое-что повыкладывала еще с свекрови в морозилке. Хочу все в свое вложить. Вот так вот у меня сейчас выглядит. Вот тут я почухала лед. Сейчас вот тут почухаю чуть-чуть. И верхнюю полку я еще не размораживала. Хотя верхнюю тоже почухать бы не мешало. Но если я захочу, я что-то туда подложу и на это почухаю. Я хочу все, что знаете, овощи и все такое переложить сейчас наперед, чтобы быстрее использовать. Я нашла капусту брокколи в холодильнике у меня еще есть. Потому что у меня свекровь, когда приезжала, она подумала, что это собачья еда. И забрала капусту брокколи на дачу. Ну, потом мы приезжали на дачу, она говорит, заберите. И мы забыли забрать. Хотя, я думаю, она уже тоже была негодная. И потом она ее привезла домой. И она была черного цвета. Это капуста. Нет, скорее всего, что она была негодная. Знаете почему? Потому что собачью еду, когда забирают свекровь, ну там всякие остатки, да, каша, там остается все в кулечке. Вот, там какие-то от мяса, там что-то. Вот. То она это в морозилку не ложит, а просто в холодильник. Смотрите, у нас в Киеве такая погода и снег идет. Конкретный снег. Посмотрите, какое небо. Холодно очень и сыро на улице. Вот. Так что я была сегодня очень рада, что нашла еще капусту брокколи. Потому что я ее очень люблю. Я люблю ее просто отварить в подсоленной воде и кушать без ничего. Просто так. Вот. Еще я сварю суп, наверное, овощной. Добавлю ее. Ну, короче говоря, сейчас хочу на супчики перейти овощные. Очень люблю. И капуста, конечно, это мне очень в помощь будет. Потому что сейчас цена на замороженные овощи очень возросла. Во-первых, пост. Во-вторых, конец зимы, конечно, многие покупают. Здесь у меня на другом столе я нашла еще капиву. Ее тоже, кстати, можно будет в суп добавить овощной. Вот тут у меня брокколи, аж два пакета. Видите, какая зелененькая, как летом. Здесь у меня я достала рыбу. Это я покупала на ярмарке. Здесь икра засолю, так как дочка уже на днях приезжает. И животики семги я тоже их засолю. Будут скоро суши. Нори я уже купила. Рыба есть. Что еще надо? Здесь я нашла замороженную малину. Я ее, наверное, поставлю в морозилку, но так поближе. И тоже, чему я была очень рада, я нашла замороженные кишки. Потому что кишки у нас сейчас стоят 60 гривен баночка. А тут я нашла, но опять же у меня поломалась мясорубка электрическая. Поэтому я не знаю, как я буду это делать. Колбасу либо просить у мамы, у моей электрическую мясорубку. Либо придется купить. И кукурузу нашла. Сейчас я ее проварю. Если она будет мягкая, то мы ее съедим. Если нет, тогда я ее почищу проваренную. Просто так легче будет. И очищу от кочановы. Буду тоже в овощной суп добавлять. Проходило много всего. Хочу это все сейчас поперелаживать. Потому что очень тяжело в такой морозилке что-то искать с забитой. Знаете, еще у меня очень много мяса. Сейчас я буду складывать. Например, я очень много... Я купила утку. Была скидка последней. Забрала по 86 гривен была утка. Нет, по 89 гривен. А так они по 100 с чем-то у нас утки. Я даже не знаю, куда что ложить. Сейчас пошкребу еще. И так пошкребли. И можно не размораживать полотеней. Так что полотеней 2-3 гривен. Размораживаю. Главное мне разморозить... Один раз я размораживаю перед клубникой. Перед клубникой, когда начинается заморозка всех ягод. И тогда я обязательно делаю морозку. А холодный такой лед, но надо его выносить куда-то. Посмотрела сегодня интервью с Зеленским перед голосованием. Напишите мне, кто решил за кого голосовать. Все-таки решили вы за кого-то голосовать или нет. Так, потом у меня вот таких вот 3 фарша. Видите, тоже неровно положила. Я так вот заморозился. Это фарш индюшина. Очень вкусные с него котлеты. Я, наверное, вот этот, который неровный. А вообще, у меня вот кулёк лежит. Как раз на него. Он кулёк, знаете, с овощами. Как раз легло на него отлично. Так. У меня, видите, вот такие вот вещи. Мясо. Вот лежало, никто не ел типа бекона. Я его кинула в заморозку, чтобы оно не пропало. Это очень удобно. Я его водичкой промою, чтобы лёкнуть. Очень удобно, когда вам надо. Например, нет колбасы. Ребёнку, знаете, на бутерблату. Вы достали, вот разморозили и вот вам колбаска. Или надо что-то приготовить. Отлично. Компот. Сейчас я сварю. Сейчас я посмотрю, что у меня тут есть. Тут у свекрови половину у меня. Я хочу у свекрови максимально тоже распустить в морозилку, потому что... О, кизил. Ну, кизил сейчас. Без кизила потом сварю. В принципе, морозилкой у свекрови никто не пользуется. Но бывает. Бывает, она приезжает. Управится и туда мясо вложит. Так, что ж ещё положить туда в конец? Ещё положить кусок фарша. Вот ещё у меня такой фарш. Видите, один я использую точно, потому что когда Вероника приедет, вот на днях, у меня надо будет его использовать. И я так в морозилку разлаживаю всё, чтобы оно было... Вот, если фарш, то не всё вместе. Фарш этот одинаковый. А то есть фарш, курица там, ещё что-то. Чтобы всё было разное. Этот я положу с краю. Вот, потому что я буду котлеты делать, наверное. Курочка у меня целая в морозилочке. Курочка бежит. Ах, не влазит. Вот, только на фарш положу. Ах, не влазит больше. Ах, блин. Ай-яй-яй. Блин, не влазит. Что же делать? Ах, ладно, сюда положу. Короче, я весь процесс вам не буду снимать, потому что это нудно. Это, знаете, тетрис или лего складываю. Сейчас покажу приблизительно, как я это делаю. Видите, приблизительно так. Вот тут вот один фарш. Здесь утка и фарш тоже утины. То есть, ну, в разные стороны ложу. Чтобы не в одну. Потому что потом в одну всё выкладывать надо. А так с одной стороны только, допустим, разобрали. Так, от мороза запотевает камера. Короче, вот так. Курочка будет лежать. Сейчас я буду сюда всякое складывать мяско. Разное у меня. Видите, вот сколько там. Домашние вареники с картошкой. То всё. Ну, сало. Куча всего. Потом я сюда доберусь на верхнюю морозилку. Верхнюю полку разберу. Я сейчас компот буду варить. Поэтому буду туда фрукты добавлять. Сюда надо что-то придумать. Тоненькое засунуть. У меня там голень есть. Сейчас я одну голень, наверное, туда засуну. Короче, всё. Это у меня берёзовый сок замороженный. Ну, я всё замораживаю. Всё, что не естся или очень много чего-то, я замораживаю. Всё. Пока выключаюсь, буду продолжать уборку свою. Ну, что. Поубирала я в холодильнике. В морозилке, вернее. Вот так у меня сейчас выглядит. Ну, по крайней мере, я пересмотрела. Увидела, что у меня есть. Нашла кишки для колбасы. Да. Нашла вот горошек зелёный ещё для овощного суха. Отлично. У меня на овощной суп уже есть много чего. Грошек, брокколи, кукуруза там варится, крапива, зелень. То есть, вообще отлично. Практически овощей никаких докупать не надо. Вообще можно не докупать, если честно. У меня филе из куриного белого. Тут много чего. Так вот выглядит. По крайней мере, всё поместилось. И то, что я положила сюда. Здесь у меня харчо замороженное. То, что мы не доели. Это у меня томаты перетёртые. Здесь у меня тесто. Да. И внизу вот тут грибы. Ну, тут не только моё хранится в этой морозилке. Потому что это, я же говорю, это мамон холодильник свекрови. И тут брат ещё. Кошут свои ложи. Тут собаки еда. Там вот много ещё. Кизел, вишня. Там грибы заморозка. Вверху грибы заморозка. Короче, надо сейчас присесть и съесть все грибы будет. Ну, вот так вот. Тут намёрзшая, конечно. Ну, я извините, не могу все мыть холодильники. Вот. Ну, в холодильнике у меня вот так. Честно говоря, ничего практически нету. Вот. Там один биточек. Там чуть-чуть супа. Виталинкин йогурт. Сыр на йогурт. Сыр. Тут чуть-чуть этого винегрета моего. Такой кусочек сырка. Но это всё вот подоедается за эти дни. Потому что не люблю этот бардак. Знаете, это сиски. Вон у меня колбаска. Молоко обязательно. Сметана всегда. Вот так вот. Пустой. Я думаю, пуст это нормально. Ну, полочки тут. Бардак. Шпинат у меня. Всякие соусы. Тут и там вино домашнее. А здесь лекарства. Вот так вот. Тут у меня компот варится. Вишнево-смородиновый. На 5-литровую кастрюлю я добавила 6 ложек столовых сахара. То есть 1 ложка на литр и 1 запасная. Всё. Он закипел. Я выключаю. Я всегда так делаю. Вот. Здесь варю кукурузку. Пусть варится. Ну, короче. А, здесь у меня вермишелька сваренная. Надо убрать в холодильник. Тут размораживаю икру. Трески. Потом я её от плёночки почищу. И вот сюда засолю. Отсюда уже будем кушать. И здесь у меня на суше размораживаются животики семги. Я их тоже засолю. Видите, мне подкинули. Всегда беру. У этой женщины всегда было нормально. Но я думаю, она этого, может, тоже не заметила. Хребет. Кусок рёбер с костями. Вот. Ну, ладно. Так. Объедим. Это на суше. Очень удобно брать животики. Они уже длинненькие. Я напополам потом режу. Сначала вот так счищаю с кожуры. Знаете, филейку делаю. И потом напополам режу. И получается два длинненьких кусочка на суше. Вот так вот. А, здесь ещё у меня в мойке грибы. Польские размораживаются. Отварю картошку просто. И просто кусочками. И потом посыплю жареными грибами с луком. Погода такая вот. Так что прошёл сильный дождь. Снег. И всё, что можно было. Вот так вот выглядит. Все с улицы сбежали. Кому, кто просто так гулял. Честно говоря, я думала на велике пойти. Но, слава Богу, что не пошли. Вот так вот. Сейчас пойдём поспим. Я хочу спать. Сейчас два часа. Можно лечь поспать. А Виталинка в комнате смотрит мультик Тима Тома. И делает уроки. Ну что. Хочу завершить своё видео покупочками из магазина АТБ. Покажу, что купила. Расскажу цены. И на этом наше видео, наш влог закончится. Так. Купила два десятка яиц. И это дешёвые ВТБ, но коричневые. Так. Значит, яйцо по гривне 79. Два десятка на 35,80 я взяла. Дальше. Скидки. Творог яготынский. Я уже брала ленивые вареники. Делала. В этот раз взяла три. Потому что если Вероничка приедет, скорее всего, что два мало. Творог у нас по 17. Сейчас скажу. 17,50. Значит, три творога. Это 600 грамм. Получилось на 52 гривны. 50 копеек. Сегодня приезжает Вероника. У неё на лице обцепила какую-то аллергию. Там. Позвонила вчера врач с санатория. Говорит, заберите её раньше. Заезд заканчивается в пятницу. Мы планировали её в четверг забрать. После дискотеки. Но она просила вчера её забрать. Вероника попросила меня не забирать её. Потому что она хочет ещё там побыть. И говорит, что медсёстры говорят, что ничего страшного. То есть аллергия типа диатеза. Знаете, сухость такая на лице. Может, это от их подушек. Знаете, от их воды или ещё чего-то. Не знаю. Они траву там пьют для желудка. Много разных лекарств. Может, на это аллергия. Может, на аллергия. На те процедуры, которые они там делают. То есть очень на много чего может быть. Вот. Короче, муж сегодня её заберёт. Сегодня. И привезёт вечером. После тренировки. Но это будет поздно. Поэтому ещё мальчик сегодня туда поедет. И они там будут на дискотеке. И потом он их заберёт. Так. Кулгейт. Вот такой макси блеск взяла. С отбеливающими пластинками. Она стоила у нас 26 гривен 90 копеек. Вот. Здесь у нас сколько? 100 грамм. У меня уже паска блендомет заканчивается. Кстати, блендомет очень... Ну, тут не видно. Ну, классно отбелил зубы. Классно очень. Так. Дальше. Готовлю свой кошек. Уже у меня такой подопустел. У меня кошка, кстати, дурку включила дуреет. Вот так немного у меня осталось фрукты. Вот. Яблоки и апельсины. Даленька очень любит киви. Вернее, мандарины. Я сейчас купила три апельсинки. Дочка у меня очень любит старшая. Вот. И... Вот эти кулечки. И взяла сколько тут? 5 киви. На развес по 40 гривен. Посыпаю сюда. Я очень рада, что кому-то там мой лайфхак пригодился с корзинкой для фрукты. Очень удобно. Правда. Вы можете, знаете, у меня когда... Ну, там мы кушаем. Нужно, короче, к столу. У меня уголок здесь стоит, как вы все знаете, мягкий. Ну, такой, кухонный, да, угловой сидень. Я туда ставлю поближе, да, и мы там себе чистим эти фрукты, режем. Но они у меня не мытые, нет. Я не мою их. Я потом мою перед использованием. Вот так вот. Теперь моя корзинка. Еще можно яблочек докупить. Едят яблочки. Сын берет по два яблока с собой гулять едет. Так. Что у нас? Я, кстати, вчера ставила компот. Вишневого, смородинового. Почему вчера? Ну, да, вчера. Вот. И... Так. Что у нас? У нас... Так, 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 так. Зубная паста 26,90. Киви по 40 гривен 99 копеек на 20,58 и апельсина по 23,99 на 14,54 я взяла. Потом взяла пакет яготинского молока. До этого дети пили коктейль банан, какао и сахар и молоко. Вчера я разморозила клубнику и сделала клубничный коктейль. Обалденно вкусный. Муж у меня особенно обалдеет. Еще можно творог взбивать замороженной клубникой. Получается вот так вот вкуснятина. Молоко 22,70. Последние две стружки забрала в инстаграме. По-моему, в инстаграме увидела рецепт Рафаэлла. Хочу попробовать, но там, по-моему, не больше надо стружки. Ну, пока две взяла. Здесь она у нас по сколько грамм? 40 грамм? Это мало. Еще я в печенье добавляю. По 40 грамм стружка, по 5. Давай, где какая цена? 10 гривен. Чебака приятная такая. По 5,80. Скидка была на нее. 11,60 за две я отдала. Потом взяла вот такие биоразлагающиеся кулечки. Я, если для мусора беру, то только такие. Кстати, в Ашане без затяжек есть. Тоже такие. Вот эти вообще я обожаю с АТБ. Это просто, блин, не забыла, знаете, что купить. Бумагу для выпечки. Там в АТБ очень классная бумага. Честно говоря, сколько пользовалась, такой не встречала. Тоже, по-моему, своя линия. Вот такие вот, своя линия. Они разлагаются. По-моему, все эти кульки через 3 года разлагаются. Ну, насколько я знаю. Тут не написано. Но написано, пакеты для сметя биораскладней с затяжками. Они с затяжками. Тут их, конечно, немного. 15 штук, 35 литров. И стоят они, сейчас я вам скажу, по-моему, 14 гривен. Да, 14,20. Но это классно, что они разлагаются. Так. Вот это вот, я не знаю, знаете, надо переходить на картонные какие-то пакеты, чтобы вот это все не засоряло нашу природу. Я вообще как задумаюсь об этом. Мы когда в Крыму увидели, как птица умирала, которая кулек проглотила. Это ужасно. Большая, знаете, такая морская птица, типа утки. И она, бедная, умирала. Потому что она есть не могла. Этот кулек ей перекрыл там что-то внутри, и она умирала. Так. Сметана не по скидке. 24,70. Но все равно выгоднее, чем в баночке брать. В баночке я беру только если по скидке. Ну, смотрите, сплошной пластик. Бутылка, пластик. Я не знаю, но можно же придумать это масло в чем-то другом. В стекле. Или пластик, который разлагается. Да? Просто сделать. Так. Алия. Где у нас Алия? Алия 26,90. Конечно, тут 830 грамм. Я люблю больше всего брать масло чумак. Там литр. Вот. Если в Ашане еще будет скидка, то я возьму. Одну туалетную бумагу Буховскую взяла. Кстати, она тоже по какой-то там скидке шла. Ну, вы знаете, какая там на бумагу может быть скидка. 5,20. Потом опять взяла вот такие акриловые краски для Виталины. Она лизуны с ними делает. Вот эти вот слаймы красит ими. И это очень классные краски. Они... Она даже там коробочку такую покрасила от конфет железную. И они не берутся к рукам. Хорошие краски. Краски 23,90 стоили. Ну, хорошие. Правда. Я уже беру. Нам когда-то кум подарил такие. И уже много лет мы искали их. Потом я их в АТБ взяла. И вот это несколько раз уже беру. Хорошие. Там тюбик такой железный. Вы выдавливаете себе сколько нужно. Хотите водой разбавьте, хотите так рисуйте. Так. Потом арахис взяла. Вот такой вот. Наверное, он не смаженный. Думаю, что нет. Просто думаю. Арахис. Тоже был по скидке. Я люблю арахис. Люблю арахисовую пасту. Так. 9,90. Сколько тут? Грамм 150. Три луковицы взяла. У меня есть, но докупила. И чтобы не тащить, взяла три. Сахар тоже у меня есть. Но я докупила. Потому что придет Вероника. Я планирую компоты варить. Опять же. Слойки буду делать. И горох. Мой любимый горох. Я докупила. Кстати, можно сегодня сварить супчик без мяса гороховый. Вообще, я овощной планировала. Наверное, сварю. Даже не знаю. Посмотрю. Если у меня там много хлеба пропадает. Значит, я сварю гороховые сухарики. Сухарики сделаю. Короче, цена была по чеку 351 ривна 10 копеек. Вот. И все. Все, что я купила. В принципе, мне ничего не надо. Вы видели, в морозилке мяса полно. Фрукты полно. То есть, всего полно. В принципе, всего хватает. Что, Пумочка? Что? Пума дуркует. Прыгает по стенам. Бегает. Что-то делает непонятное. Для меня это вообще инопланетянин. Угу. Что случилось, Пума? Посмотрите на эту морду. Лицо. Даже не морда, а лицо. Серьезная кошка. Иди ко мне. Пума, иди ко мне. Иди. Иди ко мне. Ника, не ты. Ляжь. Пума, иди ко мне. Ляжь, Ника. Там я его приспособила. Ну, потому что на подоконнике, конечно, классно, когда попугай стоит. Ну, во-первых, все время срань на этом подоконнике из-за него. Во-вторых, мне цветы некуда расставить. Орхидеи не должны, знаете, в куче стоять. У них листья большие. Им надо вот расширение. Так что Валерка там сидит. Не знаю, может на лето на окно его поставлю. Посмотрю, когда окно открою. Больше чуть места и тогда, может быть, поставлю. Так, все. Буду заканчивать это видео. Сейчас прямо его буду редактировать и вылаживать вам в YouTube. Вот. Смотрите. Всех люблю, целую. Всем пока. Пишите комментарии.